В Люберцах проходят всероссийские соревнования РФСО «Спартак» по боксу. В турнире, посвященном столетию, со дня рождения заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова, принимают участие юноши 13-14 лет. За зрелищными поединками наблюдали мои коллеги. Уже в 29-й раз городской округ Люберца принимает у себя боксеров-спартаковцев со всей России. Борьба за призовые места предстоит серьёзная. На ринге встретятся 207 спортсменов из 38 регионов. Я желаю вам, на месте первых результатов, которые перед собой ставите, конечно же, получать поменьше, да, и спортивного, духа, спортивного настроения и красивого гостя. На турнире, посвященном памяти Виталия Островерхова, присутствовала его вдова Светлана Александровна, супруга заслуженного тренера СССР, постоянный гость этого мероприятия. Первый турнир был через полгода после ухода Виталия Андреевича из жизни, 7 ноября 1995 года. Вот он очень ждал 50 лет победы. За два дня до победы, 7 мая мы поехали на дачу и инфа. Озеров Николай Николаевич пригласил меня быть помощником председателя общества «Спартак», так как он очень уважал Виталия Андреевича. Вот, и я была помощником вот с 1995 года. Региональное отделение сегодня подсоединится, очень много приезжает участников, и сегодняшний турнир 100 лет, посвященный нашему ветерану Островерхову, участнику войны, и надеюсь на то, что будет ещё в дальнейшем больше и больше. Потому что развитие в любом виде спорта детей наших, это говорит о том, что это будет здоровая нация. Юноши выступали в пяти весовых категориях. Первый бой состоялся между спортсменами из Тамбовской и Новосибирской областей. По результатам двух поединков победу одержал Матвей Медведев. Ну, радость, чувство. Победил. Ну, соперник неплохой, но я был лучше. Спортсменов, которые займут призовые места, наградят кубками и памятными медалями. Кроме того, победители турнира получат шанс выступить в этом году на первенстве России в других сдачных чемпионатах. Уиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.